Огромные очереди, но не в магазинах. После первого мощного снегопада автовладельцы спешат переобуть свой транспорт. Запись расписана на неделю вперед. Однако, это не главная проблема автолюбителей. Выбор шин минимален. Еще и цена на них выросла. Европейские бренды прекратили поставку шин в Россию, поэтому сейчас на рынке пользуются спросом китайские и местные покрышки. Подражание было от 3 до 5% на шины. Европейские бренды, как бы они ушли с нашего рынка, остались только остатки на складах. Сейчас у нас идет импортозамещение, это китайская шина. То есть берут и российского производителя, и китайского. Автолюбители, с которыми мы пообщались, рост цен, безусловно, заметили, но к ситуации отнеслись с пониманием. С шинами я заранее закупился, но относимся лояльно. Ну а что делать? Такая ситуация, все понимаем, о чем идет речь. Что касается стоимости, то переобуть авто сейчас можно за те же деньги, что и год назад. От полутора до двух с половиной тысяч. В зависимости от места, которое выбирают автовладельцы. Ну а менять резину стоит, когда среднесуточная температура длительное время держится ниже плюс пяти градусов. Сцепление с асфальтом летней резины при таких цифрах уже ненадежное. Тормозной путь увеличится, и колеса будут скользить. Заранее записываться на шиномонтаж. То есть они записываются за две-три недели сейчас. То есть приехали в то время, которое они записались, сделали спокойно шиномонтаж и уехали. 40-50 машин в день у нас переобувается. Ну и ответим на вопрос новичков, какую резину все-таки выбрать для зимы. Шины бывают двух видов. Нешипованные или народное название «липучка». Такая удобна для города, где отсутствует лед на дорогах. И, соответственно, шипованная. Она хороша для поездок по снегу. Кстати, эксперты рекомендуют со сменой сезонных шин не затягивать. Ведь в этом случае будет безопаснее абсолютно всем участникам дорожного движения. Дмитрий Троздов, Андрей Печоркин. День с толком.